Очень вы правильно начали с такого эпиграфа, вот песни господина Обломова. В ней, как бы, очень, мне кажется, главная фраза такая зарыта. Если в России главный враг это ИГИЛ и Украина, то у нас, как бы, тоже есть свой враг, из-за которого всё у нашего не случается, это они виноваты. Вот давайте мы, как бы, посмотрим более-менее реально на эту ситуацию. Почему именно... У нас даже есть конкретный виновник всего, что плохого производится. Почему именно Нидерланд? Да, происходит с Украиной, мы про это ещё споём. Госпожа Сотник сказала о ситуации с МН-17. Действительно, по идее, Голландия должна быть самым активным нашим сторонником. Почему же это не так? Если говорить о... Вот совершенно вы правильно говорите. Экономическая часть соглашения об ассоциации, она работает. И она очень ущербна для нас. И мы на сегодняшний день уже выбрали для себя квоты по экспорту практически всех наших основных экспортных позиций. Беспошлиному экспорту. Беспошлиному экспорту. Спасибо. А Европа к нам беспошлино продолжает это всё поставлять. Если нас отцепили от... на сегодняшний день или отодвинули пока от безвизового режима на неопределённый срок, это произошло не от того, что Россия зашла в Сирию, вышла из Сирии. Это зависит от того, что у нас есть свои внутренние проблемы. Если мы говорим о беженцах, то беженцы в Европу, поток беженцев в Европу, он пошёл задолго до начала открытой фазы российской операции в Сирии. А нам нужно сказать о наших беженцах. У нас миллион... Вот мы сегодня будем говорить о Крыме. У нас более миллиона официально зарегистрированных перемещенных лиц с Донбасса и из Крыма, для которых мы практически ничего не делаем. И в глазах Европы, что бы мы ни говорили, вот когда вы говорите миф о коррумпированной стране, это никакой не миф, это реальность. Когда в глазах Европы они понимают, что у них есть ситуация, действительно, у них есть экономический кризис, у них действительно есть кризис в целом еврозоны, и у них колоссальная безработица, то ещё если хлынут наши беженцы, которые будут готовы за счастье работать, там, за 600-800 евро, что для наших людей это колоссальная зарплата, то, конечно, Европа не хочет нас в качестве страны, с которой можно иметь безвизовый режим, потому что у нас 40, у нас не 2,4 миллиона, предположим, как в той же Литве, которая сопоставима с Одесской областью, у нас 40 миллионов людей. Эти 40 миллионов хлынут в Европу, и Европа переживает за себя. У них действительно, если Великобритания, как говорят в Одессе, на полном серьёзе обсуждала вопрос своего выхода, и осталась, фактически вела переговоры с Европейским Союзом только на основе резкого ужесточения визового режима. Если мы совершенно не вспоминаем эту фразу господина Юнкера, о которой, как бы, совершенно наш политикам о ней не говорит, что господин Юнкер сказал, что 25 лет вообще обо всём забудьте. Вы Путина защищаете? Я хочу, чтобы мы, у нас, мы должны думать о своих проблемах, мы должны решать свои проблемы и в глазах Европы, и в этом, в этом, в этом государстве.